Всем здравствуйте! Сегодня у нас на дворе 28 сентября. Поехали к маме в деревню. Вот решили вам дорогу маленько поснимать. Показать, какая у нас осенняя красота. Деревья все стоят в золоте. Здорово! Это мы едем с Чуны по языканской дороге. По, как она, объездная или как она же, дорожная называется дорога. Тот, кто живет в Чуне и в языка не знает, да? Вот такая красота здесь. Здесь мы давно не ездили. Дорога хорошая. У нас вообще, в общем, дороги хорошие. У нас нету дождей. Осень сухая в этом году. Ни единого облачка на небе. Вообще красота. А тут у нас рядом железная дорога. Вот едем. Не по трассе. Вот такую красоту вам поснимать. Прелесть. Прелесть природы. Поехали маму навестить, увезти. Гостинцев. Наберем картошки и привезем в свой подвал. Потом покажу вам подвал. В этом же видео не переключайтесь. Тот, кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Счастливая Сибирячка. Мы есть на всех платформах. В поселке Чунске мы живем в квартире, но у нас есть подвал. На балконе спускаешься в погреб. Погреб, подвал, как называется правильно. Купили такую квартиру с подвалом. Решили подержать. Картошку попробовать похоронить в этом году там. Кто копал, мы не знаем. Подвал хороший, кирпичом обложенный. Я в этом видео вставлю потом. Попозже. Сейчас пока вам красоту поснимаю. Вот такая красотища. Так, выехали на трассу Сазыкана. Ну, уже как бы давненько не снимала. Решила показать, как в этом году мы страдаем. Дорога-то вроде бы ничего проехать можно. Как бы ямки небольшие. Это спасает нас то, что нету дождей. Ну, а вот эта пыль невозможная. Видимость вообще на дороге получается как бы ну, ноль, наверное, назвать ее можно. Мы просто близко к машине еще не подъехали. Видите, какая стоит пыляка. А там впереди едет машина. И сзади вот мы едем, вот видите, поднимаем пыль. Ну, мы небольшую поднимаем, а лесовозы поднимают огромную просто пыль. Вот такая вот у нас беда. То дорога плохая, то пылюка большая. Вот видите, какая пылища. Вообще, по сути, вот мы едем, камера так не передает, какая пыль. Даже впереди машину не видать, где она едет. Вообще, заезжаем вот какой-то вот смог этот пыли. Это мы едем к Таргизу. А, вот впереди, вижу, лес везут. Грушенный лесом. Вот такая пылища. Вот такие опасности тут на дороге. Так что водители будьте бдительны. А как быть бдительным, непонятно. Вот как его обогнать. Видимости нету вообще никакой. О, маленько ушла пыль. Ну, там впереди опять, впереди тоже пыль какая-то. Ага. Так. Вот видите, какие ситуации. Вот как ехать. Вот никак. И сзади мы ничего не видим. Мы в клубе просто вот пыли. Посмотрите, что творится. Вот такой ужас. Вот как обогнать машину. И сзади непонятно, кто там едет, кто несется, кто чего. Сейчас будем как-нибудь обгонять, потому что это просто невозможно. Ну, сзади вроде никого-никого. Вот такие ситуации. Вот такие монстры у нас ездят по дорогам. Посмотрите, какой ужас. Для них должна быть специальная дорога. Вообще. Дорогу всю портят. Вот подъезжаем к своей деревне. К свородке на деревню. Не к деревне, простите. Сейчас покажем дорогу. На свородке какая. Здесь трасса еще терпит нормально. Ой, потихоньку. Потихоньку, помаленьку. О, какие тут стоят. Отдыхают. Вот наша свородочка. Едем. И здесь вообще просто. Здесь нам местное, как говорится, торгистское, не знаю, как назвать, поселение, кто там, что это сделали, вообще не понять. Да, в дождь вообще не проешь. Посмотрите, что творится. Это не дорога, это просто, это просто, какого-то студента посадили, и он нарыл вот такие вот непонятные кучи, чего, камней тут, не камней, что наделал, не понять. Может, конечно, и бульдозерист был профессионал, но начудил он тут, либо был пьян. Вот такой заезд у нас в деревне, тот, кто хочет Чукшу проехать, я не знаю. Только в сухую погоду. И то, если на машине с низкой посадкой вы через речку не проедете, намочитесь. Тут впереди сейчас будет речка, вот сейчас я вам сниму. Здесь мы едем вдоль железной дороги. Эта дорога вообще не обслуживается. Ну, просто. Никому мы нахрен не нужны. Простите за такие слова. Жители деревни Чукша вообще никому не нужны. Вот скорая помощь сюда не проезжает. Полиция сюда проехать не может. Никто не может сюда проехать. Тут страдают люди, кто живет. А в первую очередь наши родители. И это очень печально, что наши родители никому не нужны, как говорится. Вот так заезжаем мы в деревню. Завозим продукты, таблетки, лекарства. Проведывать родителей ездим. Вот так мы выбрали. Сегодня денек вроде хороший. Дождя нет. Так бы вообще месили грязь. Вот впереди речка. Мандодымка называется. Сейчас мы ее проедем. Она, конечно, не глубокая для нашей машины. Ну, для маленькой машины вообще не проехать. Просто и скорая здесь не проедет, ничего не проедет. Эта дорога никогда не грядировалась. Я не знаю, она, наверное, относится просто к железной дороге, эта дорога. А, нет. Так это бам строили. Дорога еще с тех времен. Вот и ездим. Поэтому деревни и, как говорится, загибаются. Потому что нету подъездов, нету дорог, нету ничего. Поэтому люди, кто может, с деревень уезжают, а кто старики, доживают уже так. Где дети помогут, где внуки привезут. Где сами ногами съездят на электричку, пойдут за полтора километра на вокзал с деревни. Это летом еще можно пройти, а зимой вообще дороги не чистятся. Вот вам реальная жизнь наша. Так и живем. Вот, переехали переезд. Заехали, как говорится. Здесь когда-то раньше был большой поселок. Вот здесь был хим большой. Здесь люди жили вообще. Магазины были тут. Вы посмотрите, что творится. Кто в Чукше жил раньше, вы посмотрите, что творится. Поставьте мне лайк. Тот, кто жил, посмотрим в Чукше. Тот, кто вообще деревенский. Тут все дома были. Посмотрите, что творится. Все, ничего нету. Вот здесь дома были, ничего нету. Посмотрите, какой лес вырос. Вот кто Чукшу знает. Ничего, все, просто лес. Здесь вот колхозные дома были, когда колхоз был. Здесь вот строили несколько домов, не помню, четыре или шесть домов было. Все, туда дорога идет на вокзал, а мы поехали в деревню. Сейчас вам деревню маленько пока вот едем, сниму, подъезжаем к дому. Вот живет, вот живут наши родители в таком лесу. И где же тут медведю-то не быть в кустах? Тут везде медведь может сидеть. Это реально. Вот здесь раньше вообще леса не было. Здесь было поле, да. Вот видите, густой лес. Вообще просто, просто бор вырос. А дороги вот такие вот заросшие, как говорится, лесные заросшие тропки. Мы их топчем машинами пока ездим. Вот домик стоит. Бабушка старенькая тут живет. Среди вот леса одна. Здесь больше никого нету. Тут вот мужчина живет тоже один. Но он приезжий, дачник. Тоже в лесу. Вот видите, кот-эджи вон и просто в лесу. А здесь вот ходи и грибы собирай. Но в этом году грибов нету. Вот мы заезжаем в деревню. Прям вот деревушка наша из трех домиков. Деревня вообще называлась Савелевка. Так, вот дом. Жилой. Здесь живут люди с Братска купили. Там дальше никто вообще не живет. Все брошено. Ну как брошено там? Ходят так смотрят. Вот дом заброшенный. Раньше тоже люди жили. Ну по сути тут вообще вот заброшенный. У нас одни заброшки. Все, никого нету. Все заброшено. А вот наш участочек хорошенький. Ой, куры. Бабушка курей выпускала. Вот мы и приехали. Не переключайтесь, а смотрите дальше. Конец сентября. Клубничка. Ирма. Еще приносит плоды. Посмотрите. Сороки не склевали. Сейчас буду пробовать. А какая она вкусная. И что мы кашляем? А что мы кашляем? Что мы кашляем? Ну все, нагостилися. Привезли курочкам зерна. Все. Маму попроведывали. Ну, все. Плохо несете. Что-то совсем расслабились. Яйца. Вот у нас еще курочки гуляют. Потому что на улице очень тепло. Ночью, конечно, холодно. А так, посмотрите, травка зеленая. Сегодня было первый раз минус два. Мама говорит, ну и не было. Хотя вот все как бы поприбило, поубило. Сейчас вот кабачки покажу, что от них осталось. От кабачков остались одни, как говорится, плоды на поле. Вот, видите? Так. Траву мы, конечно, не повыдергали. Наша деревушка на закате. Сейчас мы поедем домой. Еще маленько дорогу вам покажу. А, что, собственно говоря, показывать-то там уже все. Все показало, что дороги нет. Так что подписывайтесь на наш канал. Мы есть везде и в Дзене, и в Ютубе, и в ВКонтакте, и в Одноклассниках. Везде счастливая сибирячка. Всем пока-пока. Ставьте лайки. Выезжаем. Уже вечереет. Солнышко прячется. Еще вам поснимать красоту природы. Поля раньше были. Вообще здесь огороды, наверное, были раньше всего скорее. Огороды, да, здесь люди картошку садили. Посмотрите, что. Все заросло. Здесь вообще поля было. Все, все. Просто. Остались только столбики от заборов. Вот таких заборов. Да, маленько там что-то столб. Проводок, он проводок, да, там у тебя, видишь, над нами, вот они. Нет, вот столбики от заборов еще и маленько есть. Да, ну так есть. Да, так. Вообще от Чукши ничего не осталось. Ну, он там что-то, туалет или что-то. Там раньше мамин дом был, где вот облепиха. Сейчас все вообще затянуло. Там дорога была. Ага. Вообще, посмотрите, что. Иван-чай. Или что это? Нет, это не Иван-чай, это этот. Как его? Представляешь, забыла. О соте. О соте семенников просто вообще. Вот были поля, теперь ничего нет. Деревня стала совсем глухая. А здесь же лезнодорожные дома были. Все тоже лес. Как говорится, все поросло бурьяном. И травой, и деревьями. Вот это вот Хим, бывший. Вот дорожка еще осталась, какая-никакая. А эта дорожка осталась. А так все. Все. Ничего нету. Туда дороги-то нету? Нету, конечно, вообще. Все. Я хотел сходить. А эта дорога была в колхоз, на ферму, да. Вообще. Просто. Она еще не заросла, как бы сильно. Пройти еще можно. Там уже сейчас ничего не найдешь. Вот такая вот деревня у нас. Едем. По болотам и по рекам вот такой туманчик подымается по трассе. Заезжаем в зону туманности какой-то. Время только 7 часов. А уже у нас вот так. Солнышко закатилось. Все. Сейчас резко холодно. Ну и ночь наступит. Не знаю уже. В полвосьмом, наверное, тьма будет, да? Но. Вот. Едем. Возвращаемся с деревни. А навстречу одни лесовозы. Груженные лесом. Пыль отъедут. Пылильщики. Главное. Вообще. Пыль с толпом. А так, в общем, дорога ничего нормального. До деревни, до Чукши. Дальше не знаем. Здесь что-то ничего нету. Тумана. О, птицы какие-то. Вороны. Вороны. Вот такая вот у нас видимость за окном. Так что всем пока. Всем добра. И мирного неба над головой. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok